В 24-й гимназии прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству округа, депутатам, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие проблемы волнуют горожан, узнали мои коллеги. Актовый зал школы едва вместил всех желающих. Много обращений от жителей микрорайона 3-3-А, чьи малоэтажные дома попадают в программу реновации, направленную на улучшение жилищных условий и снос ветхого жилого фонда. Людмила Варламова почти 65 лет проживает на 1-й Красногорской улице. Радеет за благоустройство своего двора. Пришла потому, что у нас безобразные дороги, у нас все разбито. С 59-го года у нас ни разу не ремонтировали наши проездные между домами дороги. Ужасные помойки, грязь, лужи, подъезды у нас не убирают. Это раз дворников у нас совсем нет. Перед нашим домом, например, вот так кусочек асфальтировали, остальное там канава, вода и там она круглый год. Качество содержания дворов волнует и жителей современных многоэтажек. Дом номер 18 по проспекту Победы сдали в эксплуатацию 12 лет назад. Придомовая территория благоустроена, есть детская площадка. Но к коммунальщикам всегда найдутся вопросы. Я пришла по поводу освещения нашей придомовой территории и я запросила документы, когда мне предоставила администрация по поводу установки полусфер. В принципе, все вопросы решились, мне обещали все это дело выслать, освещение нам доделают. На встрече рассмотрели вопросы о льготах для многодетных семей, реконструкции Наташинского парка, незаконной установки шлагбаумов во дворах, содержание контейнерных площадок и несвоевременного вывоза мусора. Все обращения зафиксированы и будут отработаны. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.